доброе утро сегодня о геране хочу рассказать немножечко как бы чтобы она цвела что нам необходимо для этого да смотрите один кустик вот у него уже три значит цветоноса три вот таких вот красивых уже бутона это вот отсвела помните да геранька которая цвела розочками она подсыхает иногда я вот эти срываю значит уже подсохшие цветоносы и я их использую для букетов из сухоцветов тоже потом как-нибудь покажу я делаю такие небольшие букетики они так немножечко тоже украшают интерьер и смотрите здесь продолжает у нас не покажут продолжает у нас цвести сломать по ну видно да продолжает цвести есть здесь герань у нас продолжает цвести продолжает выбрасывать смотрите бутоны да но смотрела несколько каких-то видео по поводу герани скажу вам что для меня самый главный момент который я выяснила вот выращивая герань всего вот несколько лет и нужно очень питательная просто земля почва грунта чтобы я вот эти герани посадила и здесь компоста наверное почти по пол горшка вот я просто брала компост который у меня есть и я как бы сажала не в холод я не выносила как иногда рекомендуют ну и конечно подстригла вот эти все герани они посажены просто черенком который я срезала от предыдущих кустиков которые уже перерастают знаете они потом начинают вытягиваться и перерастать вот это герань смотрите она очень высокая но она стояла на северной стороне окошко и она очень вытянулась она вытянулась очень сильно тем не менее вот смотрите у нее тоже вот уже есть цветонос да будут цветы и я хотела ее немножечко здесь разрядить отломила веточку и даже не увидела что там тоже были уже бутончики сейчас покажу как я укоренила вот эту герань я вынесла на террасу уже розовую в прошлом году когда я пересадила тоже компоста я так достаточно туда добавила в грунт прям ну и наверное пол горшка вот и она была огромная и огромные-огромные такие цветоносы вот этот росточек который я отсадила смотрите ну он тоже с бутоном и я не стала его убирать и сразу я его поставила в грунт он конечно вот видите листики сворачивает наверное надо хотя бы часть листиков было убрать надо будет отрезать часть но тяжеловато ему конечно приниматься но хочу сохранить цветонос беру сегодня вот это вот как бы обрежу потом вот думаю примется вот тоже отросток небольшой но я его поставила в водичку чтобы чуть-чуть корешки тут он где-то вот уже пустил да видно маленький корешочек здесь есть крошечный корешок посадим сейчас это же с цветочком сейчас листики уберу почти все и посажу вот тоже здесь очень питательный грунт еще сегодня немножечко клубники хотела добавить потому что он когда здесь поближе к дому хочу посадить порядок конечно я их что-то такое цвет конечно он притягивает очень солнышко и будет жарко что-то придумаю светлым чем-то но я хочу знаете что рассказать когда мы ставим во первых это экономит место где-то если у вас нет возможности можно даже дома на где-то может быть на плитке поставить парочку можно одну на другую можно 3 покрышки вырезать здесь вот такие вот прорези квадратные или там прямоугольные и сажать туда тоже в интернете есть такая информация но знаете я как бы один момент для себя поняла что когда мы ставим покрышку одну на другую да вот так допустим то грунт естественно будет просыпаться чтобы этого не было я не знаю как кто там делает но я придумала такую вещь я положила такую сетку не очень крупного звена и сверху вот этот темный темную геоткани то вот можно немножечко может для дренажа там какой-то как керамзита чуть-чуть или каких-то может мелких камешков и вот так высаживать и клубничку тогда можно как бы но обязательно замульчировать тоже вчера высадила сейчас буду мульчировать и конечно смотреть чтобы не пересыхала потому что в покрышках они конечно прогреваются грунт получается как бы на поверхности немного и будет температура конечно высокая за этим надо следить в конце немножечко конечно как бы красивых таких моментов которые сейчас у нас во дворе у нас персик вот весь весь раскрылся вот это все наверное у нас будет потом плодоносить в прошлом году говорила да уже было очень много плодов так это клубника которую я вчера обработала замульчировала почти все у меня две как бы плантации одна здесь одна под вишни там у нас вот это вторую часть я как бы обработала она сразу смотрите цветочки все веселенькие стоят сразу начинает уже трясти вовсю на солнышке и черешня вот сегодня она просто великолепно выглядит которая вот у нас повреждена была пожаром я не знала тоже как она эти земля при нам отдаст очень красивые такие веточки все в целом все цветут все цветет в общем то есть на разгаре здесь все в цвету вчера соседи обещали прийти сегодня фотографироваться у нас тут по нашей полянке цветущей в общем вот так мы любуемся красотой здесь у себя так что кто еще сидит там на высоких этажах ну пожалуйста стремитесь потому что можно и вот так вот чтобы отдыхать ну отдыхать условно сказано но если вы какой-то участочек будете иметь можно порадоваться и тому что цветет весной и летом и так далее но это где-то что какое-то так это диск это